Здравствуйте! Вы смотрите программу «Научная среда» на канале ОТС. Меня зовут Сергей Толмачев. Мы в Институте цитологии и генетики. Сегодня расскажем о нескольких интересных разработках. В этой лаборатории производят тесты для диагностики редких заболеваний, таких, которых порой бывает один на миллион пациентов. Познакомимся с руководителем лаборатории и дальше пусть рассказывает он сам. Очень большая доля людей с тяжелыми наследственными заболеваниями при всех успехах современной молекулярной генетики, они остаются без диагноза. И выглядит это примерно следующим образом. Люди приходят, они, на самом деле, делают достаточно дорогостоящий, это десятки тысяч рублей, сложный, современный молекулярно-генетический тест. У них совершенно очевидно выраженное, серьезное заболевание. Они ждут часто несколько месяцев. Это долгий, сложный анализ. И в итоге уходят без какого-либо ответа. То есть, с чем пришли, с тем и ушли. Собственно, это то, что послужило мотивацией к тому, чтобы какие-то предлагать новые методы. Мы долгое время работали над технологией, которая называется захват конформации хромосом. Это такой молекулярный метод пробирки, который позволяет зафиксировать укладку ДНК в клетке. Дело в том, что ДНК очень длинная молекула, практически двухметровая. Она помещается в очень маленьком ядре, который по размерам это несколько десятков микрометров, то есть в тысячи раз меньше, чем вот эта длинная-длинная нитка ДНК. И формируется очень много разнообразных структур, петель, клубочков, которые можно зафиксировать, такими молекулярными ножницами ДНК нарезать и потом близкие друг к другу в пространстве участки ДНК сшить. Мы обнаружили, исследуя разные объекты, не только человека, что когда участки ДНК перемещаются с одной хромосомы на другую или из одного места хромосомы в другое, то это очень сильно влияет на их трехмерную укладку. Соответственно, наша технология позволяет одновременно и прочитать последовательности букв, и детектировать вот такие события перемещений крупных фрагментов. И за счет этого находить, собственно, такие мутации, которые другими методами оказываются недоступны для поиска. В первую очередь, это то, что у нас уже хорошо отработаны наследственные моногенные заболевания, то есть когда произошло какое-то изменение в последовательности ДНК, которое приводит к тому, что рождается ребенок с дефектом. Направление, которое сейчас у нас тоже уже хорошо разработано, есть несколько статей, это такого же типа мутации в онкологических заболеваниях. Дело в том, что для онкологии характерно очень большое количество именно вот таких структурных перестроек, когда фрагменты перемещаются, перемешиваются в геноме. Это часто является, в общем-то, и драйвером развития онкологического заболевания. И это важно, потому что позволяет грамотно подобрать таргетную терапию. Правило алгоритма действия здесь такое. Мы находим генетический вариант, вот, например, у ребенка. У ребенка классический и один из самых сложных кейсов – это вот ребенок с отставанием развития. Ему год, у него отставание в моторном развитии, в речевом развитии, то есть первые звуки. Уже видно, что это отставание серьезное, это не какая-то вариабельность, потому что дети все разные, это серьезное отставание. И, конечно, у родителей всегда вопрос, что будет дальше происходить. Бывает легкое отставание, ну, то есть ребенок будет немножко отставать от сверстников, но в целом это корректируется. Может быть, какой-то специальный подход к образованию, какая-то вспомогательная, поддерживающая терапевтическая помощь, но ничего страшного. Бывают очень серьезные случаи, когда, к сожалению, и это часто для генетических заболеваний, ребенок не доживает до взрослого возраста. И, конечно, вот этот прогноз, он важен. На сегодняшний день лучший способ сделать этот прогноз – это найти молекулярную причину отставания в развитии и просто посмотреть на эмпирический опыт, что было у других людей именно с этой молекулярной поломкой. Потому что, к сожалению, их тысячи – это не преувеличение, то есть это реально несколько тысяч разных молекулярных поломок, которые в раннем возрасте проявляются все примерно одинаково, и ни один самый квалифицированный генетик не отличит одно от другой просто по картине заболевания. Ну и, конечно, вот сейчас наблюдается переход, и все мы смотрим в это будущее и туда пытаемся делать шажки к терапии. То есть ясно, что прогноз важен, но, конечно, важнее терапия. Институт цитологии невозможно представить себе без мышей. Вот здесь живут главные герои многих исследований. Поговорим о таком. Как наночастицы через нос попадают в мозг, насколько они бывают опасными, и почему препараты, которые можно доставлять в мозг таким же путем, через нос, более эффективны. Давайте смотреть. Исследуются самые разные частицы, начиная от полимерных, например, ПЛГА, одно из самых распространенных веществ, из которых делают полимерные, полимер, собственно, один из самых распространенных полимеров. Дальше используют различные металлические частицы, оксиды металлов, просто металлические частицы, например, золотые, и используют липидные капсулы для доставки лекарственных препаратов из носовой полости в мозг. Первое, что они делают, они оседают на слизистой оболочке, и дальше у них, собственно, есть два основных пути. Первый путь они проникают в кровеносное русло, и дальше по крови уже распространяются по всему организму, и в том числе в мозг, если они способны проникать через гематоэнцефалический барьер. И второй путь это, когда они идут либо внутри, захватываются альфакторными нейронами, и идут уже внутри клеток, по аксонам транспортируются в мозг, и дальше там, возможно, транссинаптическая передача в более глубокие структуры мозга. И еще один вариант, они могут идти не внутри клеток, а снаружи, по межклеточным пространствам. Вдоль аксонов, там достаточно большие пространства, существует ряд технологий, например, можно, если это магнитные частицы, с помощью внешнего магнитного поля, направлять их движение, управлять аккумуляцией этих частиц, собственно, в каких-то областях. Но кроме того, в нашей лаборатории мы управляем движением частиц с помощью нейрональной активности. То есть, стимулируя области интереса, мы можем индуцировать транспорт частиц из носовой полости, собственно, в эти самые области. Кроме того, мы используем не только электрическую стимуляцию непосредственно, которая способна увеличивать активность какой-то конкретной области, но мы используем естественные стимулы, типа запаховых. Потому что каждый из этих запаховых стимулов, он активирует какой-то свой набор структур мозга. Это позволяет нам управлять, ну, в зависимости от того, куда мы хотим доставить наночастицу, мы используем соответствующие запаховые стимулы. Мы доставляем лекарственные препараты в центральную нервную систему. Это увеличивает эффективность их доставки, снижает дозу, это снижает количество побочных эффектов, которые возникают при системном пути, когда мы в кровоток добавляем лекарственные препараты. Или там, ну, в любом случае они в кровоток попадают. Здесь удается сильно снизить вводимую концентрацию. Поэтому этот путь, он является одним из самых перспективных на данный момент. Особенно, когда мы говорим о какой-нибудь химиотерапии или еще что-нибудь, это сильно позволяет облегчить и увеличить эффективность терапии. А теперь о новом композитном материале со сквозной пористостью, который способен заменить титан при протезировании костей. Его испытывают в клинике Мишалкина. Давайте отправимся прямо туда. Черный алмаз – так называют один из самых твердых материалов керамику из карбидобора. Исследователи клиники Мишалкина нашли способ, как его модифицировать, чтобы добиться особой структуры. Если мы посмотрим на эти изделия, они выглядят целостными, но на самом деле они как губка. И прочность у них очень высокая, близка к прочности кости. Как показали наши исследования, которые мы проводили на животных, лабораторных животных в этом году, у них вот эта пористость, которая есть, она оптимальна для костной интеграции. Биоинженер Владимир Хохалкин демонстрирует свойства нового материала. Капает жидкость на кубик. Как мы видим, они сразу исчезают. Вот, посмотрите, капелька капает и исчезает. То есть он сразу же впитывает, при этом она не протекает. Это можно использовать лечебные растворы, питательная среда, физрастворы, различные лекарства против воспаления, чтобы не было, уменьшить риск воспаления послеоперационного. Сейчас импланты изготавливают в основном из титана. Разработка сибирских ученых может его заменить. То есть вот имплант, контур его, и вот к нему подтягивается костная структура. Одно из главных преимуществ – материал не воспринимается организмом как чужеродный. Об этом говорят результаты экспериментов на лабораторных животных. На ребрах специально были оставлены несколько миллиметров импланта выше костей. Произошла интеграция. Реберная поверхность заросла костью, а поверхность, которая выступала над ребром, она проросла мышцами. Что может сделать гипотезу, можно выдвинуть следующую. Если мы данный имплант будем использовать в стоматологии, в качестве несущего винта, то мы получим идеальную структуру. Ученые говорят, изготовить из нового материала можно будет любой имплант. Поэтому широкие перспективы открываются в онкопротезировании. Еще один плюс – керамика не металл и магнитных свойств не имеет. А значит, пациенты смогут спокойно проходить МРТ-обследование. Пока ученые еще изучают свойства своей разработки. На мировом рынке аналогов нет. Впереди еще много работы. В этой лаборатории исследуют влияние на эмбрион экстракорпорального оплодотворения. Причем не только на человеческий эмбрион. ЭКО стало действительно большой отраслью в сельском хозяйстве. Давайте послушаем специалиста. Проблема ЭКО, то есть экстракорпорального оплодотворения, это не только медицинская проблема. Это проблема связанная в том числе с разведением сельскохозяйственных животных. Если посмотреть на то, как, например, можно тиражировать генетически удачные организмы, то если использовать обычное оплодотворение, ну, корова за свою жизнь дает, сколько там она, 5-6 потомков. Если же поехать на мясокомбинат и взять яичники у коров, которых туда привезли, соответственно, это от каждой коровы вы получаете несколько десятков яйцеклеток, которые дальше с помощью ЭКО, про которое вы любите говорить, вы можете получить из них нормальных животных. При выполнении экстракорпорального оплодотворения новый организм в течение какого-то времени развивается вне матери, в искусственных условиях. И если подобрать эти условия таким образом, чтобы получить животных нужного качества, то это очень большой бонус для развития животноводства. Мы видим, что достаточно вот в течение одних суток там подержать при 35, 37 или 39 градусах Цельсия, и вы получите животных с разными характеристиками. Есть такая аналогия по траекториям индивидуального развития. Если вы подниметесь на какую-то естественную гору с неровностями, с кулуарами и так далее, сбросите оттуда круглый камень, а дальше он может попасть по одной траектории, по другой, по третьей, и в конце концов оказаться в совершенно разных местах. В каждом организме, в каждой клетке присутствует полный набор генов. А особенности этих клеток, вот вы даже можете посмотреть друг на друга, в баню пойдете, и вы увидите, что мышцы и, допустим, глаза и другие части вашего тела, они разные. А гены одни и те же. Дело в том, что дальше определяется работа этих генов, и работают далеко не все гены. И вот когда происходит, особенно в раннем энтогенезе, то есть в начальных этапах развития, какие-то изменения, они фиксируются в так называемых эпигенетических тонах, то есть надгенетических эффектах, которые определяют программу экспрессии генов в течение жизни всего организма. И это все, о чем мы хотели сегодня рассказать. Мы были в гостях в Институте цитологии и генетики СОРАН. В следующий раз продолжим наш совместный проект с Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области. Оставайтесь на УТС, смотрите программу «Научная среда». Увидимся и удивимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова